я всех приветствую вы на моем канале уютный дом меня зовут маргарита и сегодня я хочу вам показать как сплести вот такое вот овальное дно это дно можно использовать и за крышку и так у меня есть заданный размер длина 32 сантиметра с половиной и ширина 19 с половиной сантиметра как не распределить свои стойки для этого я нашла середину и прочертила линии нужно измерить вот это расстояние 10 сантиметров до серединки у меня 10 сантиметров и это же расстояние отложить от конца 10 сантиметров и от этого конца 10 сантиметров у меня здесь середине от намеченных вот линии получается 13 сантиметров я возьму 14 чуть-чуть на 0 5 побольше вот и по два сантиметра сделаю расстояние между стойками вот эти линии прочерчу здесь будет у меня располагаться стойки вот эту среднюю не считаю это просто как наметка 4 5 6 7 8 стоек у меня получится вот и сразу начинаю плести получается я вот здесь вот в центре не брала какое-то количество стоек трубочек и не укладывала их я начну сразу ставить стойки и сразу их оплетать чтобы вот здесь вот у меня не было ничего видно как будто плетение как сказать то не прекращается как так вот не знаю как сказать и так стойки у меня будут двойные нужно стоек 8 штук сейчас я возьму сразу беру две парочки трубочки влажные для стоек используют сухие сразу буду подкладывать так замеряем чтобы они у меня подходили 1 наверх одну под низ вот так вот все удерживаю вот первый мой ряд будет на вот этой вот горизонтальной линии вот это пока все руками удерживаю первый ряд так дальше откладываю следующую пару вкладываю вдоль вертикальных линий обвела следующую пару подложила так вот укладываю все до конца вот я подставила все стойки все вот эти вот будут выходить у меня по горизонтали тоже будут считаться за стойки я взяла трубочки 2 трубочки нарастила их нагибаю пополам и начинаю уже по кругу оплетать вставляю вот сюда вот центр пока это все ничем не креплю дочек еще про плиту потом буду крепить так и начинаю оплетать веревочкой в две трубочки аккуратно все придерживаем так и последняя последняя оплела и дальше вот эти вот две следующие вот так вот нужно развернуть разворачиваю и продолжаю по кругу здесь прижать вот и сейчас я зафиксирую вот эти вот концы гвоздиками можно их канцелярскими кнопками фиксировать но у меня такая носичка сзади что она уже просто не держит у меня там уже столько много дырок порезов на этой доске я зафиксирую гвоздиками просто вот я зафиксировала теперь она держится и мне так легче уже плести и продолжаем это у нас получается второй ряд плиту второй ряд потом третий и после третьего я буду здесь вот по бокам добавлять еще по одной стойке вот я проплела три ряда теперь добавлю по краям по одной стойке вот я добавила еще добавлю вот в серединку а что 1 через пару рядов добавлю еще по одной кончики немного срежу потому что они мне будут мешать вот и продолжаю оплетать пока что вместе этот ряд трубочки так приятно хрустят красивая их с добавлением пропитки дуфа плюс черный колер и немного белого и белая акриловая эмали цвет у меня распределена равномерно по трубочкам потом я их пропитывала после того как слой цветной слой подсох я их пропиткой обрабатывала два раза увлажняла сушила полностью увлажняла и потом в пакетик и они у меня вообще классная как красить вот на примере можно посмотреть красные трубочки какая красила только там с добавлением белого белой эмали и колер другим цветом все в принципе также ссылочку я оставлю на это видео по покраске красных трубочек кто не смотрел посмотрите кому интересно мне ну такое вот нужно но как бы и не то чтобы овал уйдет ну как квадратное что ли но по углам она круглым такая вот необычная форма так я вот подхожу уже заканчиваю уже ряд сейчас еще добавлю по одной стоечке вот сюда в серединке добавила сейчас наращу так вот я нарастила здесь поворачиваю и сейчас по бокам здесь где добавляла с точки я буду разводить трубочки вот эти вот уже не не шевелится так сильно как шевелились и разъезжались в разные стороны удобно плести вот я развела одно сюда середину я не трогаю потому что в данной на данной форме мне она нужна такая вот с несколькими стойками и также разведу вторую сторону я еще два ряда проплела добавила вот по две стоечки то есть у меня получилось по бокам здесь по 3 стойки и в середине 6 все я продолжаю плести по кругу не разводя не разводя эти стойки моя корзинка то есть вот видите от последней стойки двойной вот который мы брали на дно у меня отходит раз два три три таких вот клинышка что ли и плиту по кругу не разводя их чтобы у меня получилась вот такая вот форма которая у меня задано много проплела ничего ничего не разводила добавила еще по одной стоечки вот сюда получается у меня по углам по четыре стойки с этих двух сторон у меня по 6 стоек вот чтобы равномерно распределить знать какое количество вам нужно вот на вот эту вот дугу на бока я распределила от последних стоечек по 2 сантиметра отложила вот отрезки у меня получается здесь 14 отрезков то есть мне нужно чтобы у меня было в этом месте 14 трубочек поэтому я добавила еще по одной вот и буду сейчас разводить стоечки разводить я буду ее с помощью веревочки в три трубочки но будут другим цветом бежевым буду использовать эту веревочку заменила я здесь две трубочки ставлю третью загибаю вот у меня готовы три рабочие трубочки здесь чтобы получился равномерные виточки я буду разводить только по 2 то есть тут 4 у меня будет здесь вот тут 2 будет стойки здесь три в серединке и здесь тоже 2 начинаем облетать веревочкой в 3 трубочки равномерно распределяю у меня будет коса 2 ряда бежевых я буду делать теперь мне нужно нарастить нарастила и дальше поехала проклетаю до конца веревочкой в 3 до этого места предпоследние стоечки доплела теперь мне нужно закрыть ряд начинаю не с крайней левой а с крайней правой трубочки тоже над двумя за третью следующая на двумя за третью и последнюю вот вот теперь буду крести обратная веревочку то есть сначала вначале я укладывала вот так вот поверх сейчас я буду укладывать под двумя за третью то на мое третье беру следующую дальше наращиваем нарастила и дальше по кругу до конца ряда вот так вот вот так вот я уже дошла до конца вот у меня выходит первая трубочка теперь продолжаю одну укладываю следующую мне нужно уложить за следующую стойку пустую без рабочей трубочки для этого я приподнимаю вот эту и проталкиваю туда рабочую и вывожу следующее последнее будет у меня и проталкивается под две протолкнула и вывела вот дальше у меня пойдет веревочка в две трубочки и я буду разводить вот эти вот оставшиеся стойки по одной сделаю так будет плавный как не плавный переход они будет незаметно что мы их раздваивали теперь мне нужно трубочки заменить на серенькие одну оставлю здесь а две за меня так заменила и и поехала оплетать веревочка в две трубочки эти развела по бокам по одной и аккуратненько оплетаю так и Продолжение следует... И оплетаю так по кругу, где-то не доходя от 1 см до края нашей намеченной формы. Так, я доплела. У меня получается здесь около сантиметра остается место. Вот. Если использовать это для дна, то как бы я делала? Я бы стоечки, как всегда, все обрезала и вставила новые влажные. И делала бы загибку. Переворачивала. Это была бы у меня внутренняя часть изделия. И вот эти вот тут нарощенные были бы. И я бы делала загибку под одной, за вторую. Вот так вот загибала. Либо просто бы поднимала их вверх и проплетала веревочкой. Вот. Здесь я как раз-таки поднимала под одной, за вторую. Так. Ну, здесь не видно. Ее видно, как веревочку в три трубочки. Вот. Таким способом. Либо, если использовать ее для крышки, то уже можно сразу делать, в принципе, загибку тоже. Я буду их отрезать. Стойки. И вставлять в свежие, влажные. Делать загибку. Потому что в этом случае у меня будет крышка на шкатулку. Ну, плела я ее практически аналогично, как и дно. Вот. Все то же самое, только не делала здесь. Здесь вот у меня идет веревочка в три трубочки по краям. Да? Вот она. А я на этом месте, вот на крышке, сделала просто косу. И продолжила плести веревочкой две трубочки. Вот. Ну, в принципе, это плести такое дно несложно. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. До нового видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok